Скоротать время в транспорте теперь можно не только с помощью книги, но и с помощью интернета. В химкинских троллейбусах заработал бесплатный Wi-Fi. Для тех, кто не знает, это беспроводной доступ во всемирную паутину через телефон, планшет или ноутбук. Причем это не только забота о досуге пассажиров, но и популяризация общественного транспорта. О том, что бесплатный сыр не только в мышеловке. Екатерина Зайнулова. Остановка улица Дружбы. Отсюда каждый день сотни химчан отправляются в столицу. В пути можно провести 10 минут, а можно час, и его надо чем-то занять. Валерия Власкина студентка. Она, как и большинство ее сверстников, грызть гранит науки предпочитает в интернете. Удобные интерфейсы, разнообразные ридеры, популярные блоги. Вот только трафик ограниченный. С появлением бесплатного Wi-Fi поездка на троллейбусе уже не кажется такой грустной и долгой. Это хорошо, это приятно. Да. В принципе, в транспорте я пользуюсь постоянно. В метро, в автобусах бывало. Качество вполне устраивает. Бесплатный Wi-Fi появился в химкинских троллейбусах 17 сентября. На первом, 202 и 203 маршрутах. Это те пять машин, что были украшены праздничной символикой. Узнать их просто. К тому же спереди имеется специальный знак. К слову, он выполнен в цветах городского округа Химки. Это инициатива администрации городского округа Химки. Поддержан нам в том числе. Чтобы эти праздничные троллейбусы еще запоминали жителям города не только своим красивым внешним видом, но и наличием Wi-Fi. Ну, есть где-то хорошие, очень хорошие точки приема есть более-менее. Но, в принципе, везде сигнал стабильный на всех маршрутах. Wi-Fi работает в тестовом режиме. Как долго он продлится, пока не ясно. Это зависит от мнения пассажиров по качеству услуги. Оценить ее может каждый. Для этого надо всего лишь подключиться к сети Химтролл. Как говорится, доверяй, но проверяй. Сейчас мы проверим, как работает Wi-Fi в химкинских троллейбусах. Может быть, нас просто хотят обмануть. Заходим. Настройки. Wi-Fi. Химтролл. Судя по экрану, полная сеть. Это значит, Wi-Fi работает бесплатно. По словам руководства троллейбусного предприятия, Wi-Fi должен привлечь пассажиров на этот транспорт. Сейчас рынок перевозок большой, и пассажир должен как-то выбирать нас, как своего основного перевозчика. Мы надеемся, что это поможет ему сделать правильный выбор. Реакция пассажиров не заставила себя долго ждать. Были случаи, даже многие уже заходили, спрашивали Wi-Fi, и удивлялись, что такой сервис устроили для пассажиров. И многие даже сами спрашивали, а правда, что есть такое? Я говорю, да, есть. Правда, не всем дуновение глобализации пришлось по душе. Потому что нету свободного времени, я вам еще раз говорю. Ну вот вы же едете в троллейбусе, вы же можете достать телефон? Нет, это нет, я отдыхаю в троллейбусе. А, вы разнаждаетесь поездкой? Да. Но вы за прогресс или против? За, конечно. Как же может быть против прогресса? Рано или поздно, но и старшее поколение оценит Wi-Fi, уверены в сфере транспорта. Ведь можно в режиме реального времени узнавать, что делают дети и внуки. Одним словом, интернет соединяет. Екатерина Зайнулова, Андрей Хомченко, Служба новостей.